Вот интересный вопрос. Я вернулся с того света в полном смысле этого слова. Перенес клиническую смерть после падения с восьмого этажа. Выжил. То, что я видел, чувствовал, это нельзя передать словами. Покой, любовь. Такую любовь, которой нет. Я теперь понимаю, что умирать не страшно. Гораздо страшнее жить в этом мире. Вы можете объяснить, что я увидел? И зачем меня вернули в этот мир? И зачем мы здесь так мучаемся, если там так хорошо? Я тоже пережил клиническую смерть. Я тоже чувствовал такое вдохновение. И тоже было хорошо. Ну и что? Надо все равно выполнять все условия, которые нам даются свыше. От высшего уровня природы. И не надо особенно в этом копошиться. Да. Вы все равно этого сейчас не поймете. И я не собираюсь вам этого объяснять. Мы должны жить по закону. То есть пытаться быть в добре, вопреки всему тому, что природа вас возбуждает. А то, что человек живет этим воспоминанием, как хорошо было, и ему не страшно уже умирать. Вот ему, этому человеку, уже не страшно. Это тоже ему дается сейчас. Так ему положено по судьбе пройти такие состояния. Вы знаете, да, масса передач, книги потрясающие совершенно, которые зачитываются люди, становятся бестселлерами, пишутся о том, как человек возвращается с того света и начинает рассказывать, как там хорошо, туннель, свет, любовь, и так далее, и так далее. Я понимаю. Это что, для успокоения человека? Ничего с истиной это не имеет. Ничего с истиной нет? Никакой связи. Разочаровываете вы людей очень сильно. Ну, так что? Они за это очень сильно ухватились, люди. Главное, чтобы подсластить свою эту жизнь. Да. Дескать, здесь уже не важно, ладно, там нас ждет чего-то. Никакие пирамиды египетские, ничего вообще, там танцующие эти адолиски там, или кто там тебя не ждет. Но вы говорите все время, что если мы подойдем к духовному миру, это состояние любви, состояние отдачи, состояние покоя. Когда вы это говорите, что вы имеете в виду? Высший мир – это состояние самооценки правильной. То есть это более похоже на суд, на высокую психологию своих чувств, своих мыслей, своих поступков с точки зрения истины, которая раскрывается, когда ты отрываешься от тела. Ведь в чем дело, умереть или не умереть? Это значит расстаться со своим эгоизмом. И тогда человек видит уже не через свой эгоизм, но что на самом деле происходит в мироздании. И тогда он видит, что называется будущий мир, высший мир. Не через эгоизм. Через эгоизм он видит наш мир. То есть можно на самом деле сказать, вот то, что вы сейчас говорите, что потихонечку, чуть-чуть дали человеку оторваться от эгоизма, вот от этого тела. Чуть-чуть. И он уже увидел вот это вот состояние, которое его поразило. Да? Ну, допустим. А истина, она в миллиарды, миллиарды раз больше, чем все вот это вот что-то. Да. Да. И вы говорите, что к истине человек может прийти при жизни, при этом теле, вот в этом мире. Нет проблем. Нет проблем. Даже в гораздо большем состоянии, чем человек ощутил и вот мечтает. Конечно, конечно. В миллиарды раз больше. Вот это бы хорошо. Вот это бы. А для этого нужно особое состояние внутренности человека, его желания, его намерения, его силы. Иначе это его раздавит. Поэтому человеку не позволяет этого, пока он в нашем мире не обретет экран, силу сопротивления. Экран это сила сопротивления? Да. Сила сопротивления. Эгоизм. Чтобы не променять эти особые состояния на какую-то сладость. Понимаешь? Тогда ему это дают. То есть вы говорите так, человеку уготовлено такое огромное, невозможное счастье, да, и такая любовь, что он должен к этому подготовиться. И готовит его в этом мире к этому. Да. Если он захочет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok